Эту тему более подробно мы обсудим с Владимиром Амельченко, это директор энергетических программ Центра Разумкова. Владимир, рад приветствовать, здравствуйте. Здравствуйте, вас тоже рад видеть, Олег. Вот очень интересно понять, чем же курировалась Российская Федерация уже в очередной раз? Вы же помните, да, перед каждой зимой в эфире пропагандистских, прокремлевских каналов постоянно звучат одни и те же тезисы. В России Украина без российского газа замерзнет, Европа без российского газа замерзнет, российского газа не было, более того, были еще и ракетные атаки по объектам критической инфраструктуры, но и тут не получилось. Ну, я бы сказал так, что с одной стороны это информационно-диверсионная работа ИПСО, по сути, со стороны России, а с другой стороны они уже сами верят, поверили в эту чушь, которую несли, действительно рассчитывали уничтожить нашу энергетическую систему, разбить тыл и таким образом отрезать тыл от фронта и добиться, так сказать, как они понимают, победы в этой войне, оккупировать Украину. Но весь этот план провалился, это уже сейчас, можно сказать, точно ничего не вышло, потратили огромное количество своих ракет, то есть уже залезли даже в неприкосновенный запас ракет и полный провал. Наша энергетическая система выстояла благодаря не только героическим усилиям и военных, и энергетиков, а также благодаря и интеллектуальным серьезным решениям энергетиков, наших инженеров, представителей компании Украинерго, технических различных работников. Поэтому, ну и конечно, не надо забывать о наших партнеров, которые только для компании Украинерго дали помощь на сумму больше 700 миллионов евро, поставили более 500 единиц оборудования, ну имеется в виду самого необходимого, в том числе автотрансформаторы, там релейную защиту и так дальше. И вот это вот, вот эти объединенные усилия украинских энергетиков, значит, воинов противовоздушной обороны и наших европейских, ну и вообще не только европейских, потому что японцы нам помогали, американцы, международных партнеров, то есть более 130 стран, все вот эти объединенные усилия и дали вот такой результат, что наша энергетическая система достойно пережила эти беспрецедентные атаки на энергетическую инфраструктуру, бесчеловечная, я сказал бы, со стороны России и продолжает работать в нормальном режиме, сейчас с профицитом и даже на днях возобновился экспорт электрической энергии. Об этом еще более подробно поговорим, но стоит отметить, что в Украине активно восстанавливают поврежденные российскими обстрелами электросети. С октября прошлого года пострадали 43%, из них 80% частично уже работают. Также с начала массовых ракетных атак на энергосистему Украэнерго получила почти полтысячи единиц оборудования от стран Европейского Союза. Сейчас еще больше производится и едет в Украину. Говорят в компании и добавляют также, что россияне выпустили по ключевым энергетическим объектам свыше 1200 ракет и дронов, более 250 из них попали в цель. Обстреляны и получили разную степень повреждений все тепловые и гидроэлектростанции Украины. На их восстановление в этом году потребуется 1 миллиард долларов. И тут стоит, Владимир, отметить, а ведь угроза российских ракетных атак никуда не пропала. Как сейчас стоит модернизировать энергосистему Украины для того, чтобы она уже не боялась ракетных атак, либо же хотя бы минимально была защищена? Ну, есть несколько планов. Один из них предусматривает то, что ключевые энергетические объекты, ну, во-первых, это на подстанциях те же трансформаторные системы и так дальше, и необходимо, значит, каким-то образом устанавливать под землей, да, то есть это один из сценариев. Второй сценарий — это просто укреплять бетонными конструкциями. Ну, мне кажется, что невозможно такое огромное количество объектов в короткий срок установить под землей и оборудовать всем необходимым. То есть это очень дорого, очень долго, поэтому я думаю, что более эффективным способом — это, во-первых, надо закупить резерв аварийного оборудования и создать аварийный запас, по сути, оборудования перед следующим отопительным сезоном. И, во-вторых, всё-таки где-то возможно укрепить наши ключевые объекты и на, значит, на объектах генерации, на тепловых электростанциях, в первую очередь и на, допустим, даже на линиях электропередач, на подстанциях компании «Укренерго», высоковольтных линий электропередач, бетонными мощными конструкциями. Вот это был бы дешёвый, эффективный вариант, чем сейчас всё оборудование закапывать под землю, что очень приведёт к большим финансовым затратам и потере огромного количества времени. Ну и о том, поговорим, о чём вы уже частично начали говорить. Украина наладила экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу, а энергосистема работает с профицитом генерирующей мощности. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он также отметил, что поставка электроэнергии в Молдову и Польшу осуществляется в небольших объёмах. Ранее в «Укренерго» также заявляли, поставки будут вестись при первоочередном обеспечении украинских потребителей. Можете ли, Владимир, рассказать о суммах, о которых идёт речь, что Украина получает, сколько Украина получает за счёт того, что продаёт, уже продаёт электроэнергию за границу? Ну у нас сейчас лимит поставок нам доведен Энсоид, то есть это система операторов электроэнергетики Европейского Союза, Европейского Союза, это 400 мегаватт. Мы поставляем в Польшу, пока что ведутся переговоры о поставке, в Словакию. Также поставляем частично электроэнергию в Молдову. Там лимит до 600 мегаватт. Ну сейчас поставляется там не так много, там около 15-20% от возможного. И что это в финансах? Да, это в потенциале, то есть если этот весь лимит мы сможем закрыть, то это может нам давать десятки миллионов евро ежемесячно дополнительно для восстановления энергетических систем. И в принципе эти средства нам не помешают, хотя действительно это не решит ключевую проблему восстановления всей энергетической системы, потому что для ее восстановления только в первом приближении необходимо по расчетам Мирового банка более 1,2 миллиарда евро. Но это с другой стороны все-таки тоже сыграет экспорт электрическую энергию существенной роль в энергообеспечении и увеличении надежности нашей энергосистемы. Касательно газа, есть уже очень много месседжей о том, что Украина может и добывает газ, но в достаточных ли объемах? Ну в недостаточных, конечно. У нас, вы знаете, сейчас добывается около 18 миллиардов кубических метров. Где-то на 10-15 процентов упала добыча в связи с военными действиями, потому что многие объекты были повреждены просто. И в принципе Украина имеет потенциал, реальный потенциал, добычи около 30 миллиардов кубических метров природного газа. Но эту цифру можно добиться, если действительно будет реформирован рынок природного газа, если будет существенно реформирована компания «Накнафтогаз» и будут созданы благоприятные инвестиционные условия, то в течение 10 лет можно достигнуть 30 миллиардов кубических метров по добыче. Из этих 30 миллиардов где-то 5-6 можно будет экспортировать и зарабатывать на этом тоже хорошие деньги. Но в ближайшее время стоит задача немножко другая — это восстановить существующие объекты, восстановить добычу и полностью на 100% обеспечить своих потребителей природного газа без импорта. То есть это задача, которую можно решить в ближайшие годы. А почему, вот знаете, очень много мнений от экспертов слышим, что только после полномасштабного вторжения России в Украину мир увидел, насколько Украина способна обеспечивать и продовольствие, и электроэнергию. И тут уже за газ даже речь пошла. Можно ли говорить о том, что именно сейчас начинается тот стартный момент, когда страна Украина начинает возрождаться, либо же в каких-то отдельных отраслях создаваться на ново, чтобы в будущем, уже в послевоенном времени, быть страной, ну хотя бы в первой десятке тех стран, которые будут обеспечивать не только себя, но и Европейский Союз? Ну, во-первых, Украина в состоянии стать мировой житницей. Это уже стало всем очевидно. И не только житницей, а Украина сейчас занимает четвёртое место в мире по запасам полезных ископаемых. Четвёртое место в мире. То есть это очень хороший показатель. У нас много чего есть, и редкоземельных металлов, и природного газа, и угля, и так дальше, и тому подобное. То есть поэтому тут потенциал очень большой. Кроме того, большой потенциал нереализованный у нас в возобновляемых источниках энергии. Это солнечная энергетика, ветровая энергетика, биотопливо. В первую очередь тут тоже надо обратить внимание. В перспективе это может быть также и водородная энергетика. То есть мы можем где-то в течение 10-15 лет следующих спокойно выйти на показатель обеспечения своей экономики энергетическими ресурсами за счёт возобновляемых источников где-то на уровне 50%. Это является абсолютно реальной цифрой. Но для этого необходимо в первую очередь создать инвестиционное, так сказать, привлекательное поле. Потому что, ну, к сожалению, в военный период никто инвестировать не будет в серьёзных средств. Это понятно. И нам надо изменить очень много всего. То есть в первую очередь заняться децентрализацией, демонополизацией энергетики. И необходимо всё-таки подумать, как реформировать ту же компанию НАП «Нафтогаз Украины». Необходимо реформировать рынок электрической энергии. Потому что сегодня у нас действует такая система, такая модель рынка, к сожалению, при которой инвесторы не придут к нам в Украину. Ну, я думаю, мы сможем справиться с этой ситуацией. Для этого надо, во-первых, всё-таки сделать модель более рыночную, снять эти же price cap, которые, по сути, полностью искажают рынок и электрической энергии в Украине. Затем надо подумать, каким образом трансформировать систему поставщик специальных обязательств. Такая есть система, которую выполняет эта компания Укргидроэнерго на Экэнергоатом для того, чтобы уменьшить цены для населения. То есть эта система абсолютно на сегодня неэффективная. То есть она требует ежегодно около 150 миллиардов гривен. И компании просто не в состоянии одновременно и выполнять условия по ПСУ, то есть компенсировать разницу в ценах для населения и заниматься текущей деятельностью, текущими ремонтами, инвестиционными какими-то проектами. Поэтому если эти задачи, которые я сказал, будут решены, то Украина имеет огромный потенциал и в экспорте природного газа, и в экспорте электрической энергии. И самое главное, в надежном обеспечении своих потребителей энергетическими ресурсами за доступными ценами. И на завершение нашего разговора напомню, что Всемирный банк предоставит Украине дополнительно 200 миллионов долларов на восстановление энергетики. Об этом Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, рассказал и, соответственно, написал об этом в своем твиттере. Такое решение было принято в Вашингтоне в среду, 12 апреля, после как раз встречи с соответствующими людьми. Но тут, знаете, на чем хотелось бы акцентировать внимание? Поясните цель и заинтересованность Европейского Союза в том, чтобы инвестировать в Украину. Поясните тут, пожалуйста. Ну, надо, во-первых, тут разделить вопрос на две части. Первая — это Европейский Союз заинтересован в стабильности украинской экономики. Почему? Потому что, в первую очередь, послевоенный период, поскольку они не очень-то заинтересованы, чтобы был какой-то неограниченный поток иммиграции с Украины. То есть вообще, если будет надежный сосед, экономически развитая страна, то есть это как бы будет серьёзный плюс для развития Европейского Союза. Создастся новый рынок избыта и сотрудничества. Поэтому в этом Европейский Союз заинтересован. Ну, а с другой стороны, надо второй вопрос. То есть тут они готовы инвестировать именно какие-то деньги именно на инфраструктуру, на то, чтобы просто эта инфраструктура смогла выжить в условиях войны. Но для того, чтобы, значит, эта украинская энергетика развивалась, раскрывала свой потенциал развития, здесь уже как бы недостаточно будет только каких-то государственных денег Европейского Союза. Их просто и нету. Потому что Европейский Союз сам испытывает определённый дефицит. необходимо будет привлекать деньги банков, частных инвесторов. А для этого тут уже есть работа для самого украинского правительства, как эти деньги, значит, привлечь, какие условия создать инвесторов. И для этого необходимы очень серьёзные глубокие реформы и рынка электрической энергии, и рынка природного газа, о которых я уже сказал ранее. Складывается ощущение, вот к чему я вам этот вопрос задавал, в чём заинтересованность Европейского Союза, в том, что складывается ощущение, что де-факто Украина уже член Европейского Союза. Вам так не кажется? Не де-юре, а именно де-факто помощь военная, не стоит Европейский Союз в стороне, постоянно поддерживает. Видим, какую помощь предоставляет Европейский Союз в плане украинских беженцев. Ну и вы знаете, это действительно вы правы, что интеграция идёт очень высокими темпами, намного быстрее, чем это было перед войной. Но самые большие такие вызовы для Украины будут стоять уже после войны. Почему? Потому что возникнет вопрос, каким образом нам реформировать всю политическую, экономическую систему, которая бы могла спокойно интегрироваться со странами Европейского Союза, и чтобы Украина смогла стать полноценным членом Европейского Союза уже в ближайшие годы. И быть не просто гирей на шее у Европейского Союза, а быть плюсом большим, бенефитом для Европейского Союза за счёт раскрытия того потенциала огромного и в сфере энергетики, и в сфере аграрного сектора, в секторе инновационных технологий, чтобы действительно это было бы движение взаимовыгодное. И Украина может предоставить Европейскому Союзу очень-очень много. В первую очередь она может предоставить и торговлю энергоресурсами, и вложение и освоение больших инвестиций в восстановление Украины. То есть это сотни миллиардов евро могут быть привлечены в Украину, и это выгодно и, может быть, и Украине, и европейским банкам, европейским компаниям. Но для этого необходимо, безусловно, сделать очень серьёзные социально-политические реформы в стране и экономические реформы. Причём после войны у нас особо много времени не будет. Эти реформы надо будет провести в течение года-двух. Владимир, вам огромное спасибо за то, что вы присоединились к нашему эфиру, за ваши месседжи. Я напомню, Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, был на прямой связи с нашей студией.